Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии и сегодня мы поговорим о слежке. Вы не поверите, но сейчас я вот, видите, где я нахожусь, и за мной сидят. Буквально сейчас вот я вышел на этой неделе гулять, и на столбах и на деревьях сейчас висят сообщения, что City of Wright установил здесь камеры для наблюдения, естественно, за животинками. Ну, как мы знаем, не только животинки наблюдаются здесь, да? Вот. Так что сейчас появляется все больше и больше у них способов вашего контроля. Вот. И зная то, что они уже научили AI, то есть искусственный интеллект, определять ваше лицо с маской и без маски, то, собственно говоря, сейчас вот эти законы, да, ихние, которые на самом деле не законы, а просто мандаты, да, которые говорят, что если вы там гуляете где-то в публичных местах, то вы должны носить маску, вот, либо, если с кем-то разминаетесь, должны носить маску. Собственно говоря, теперь они могут вас наблюдать через камеры здесь. Я пытался найти эти камеры, и, к сожалению, фиг там. Ну, кстати, как вы можете здесь вот, в лесу, найти какую-то камеру, да? Дикую. Блин, что-то тут разъездились эти велосипедисты в последнее время. Так что сейчас наши рейнджеры, я так понял, устанавливают везде слежку. Я так подозреваю, скорее всего, это чисто вот в таких вот городских районах, да? И я сомневаюсь, что в каком-нибудь... Ну, хотя, может быть, в Роя-Унашинопарке тоже установили эти камеры. А вот, в принципе, можно там через каждые 5 километров установить. Но сам Роя-Унашинопарк, он огромный. Там много-много-много гектаров. И там, я не знаю, чтобы с одной стороны в другую пройти, надо часов, наверное, 7-8. И то, я не знаю, дальше закончится он или нет. Вот. Это чисто там от одной остановки к другой. А вот. Так что так. А если думаете, там, сбежать в лес, вас могут уже здесь поймать. А вот. Большой Браза следит за вами. Вот. Если понравилось это видео, ставьте лайк и пока-пока. Пока. Продолжение следует...